добрый день дорогие друзья с вами канал про поход 1 образовательный канал о туризме и сегодня мы начинаем цикл передач формате круглого стола который мы хотим издать небольшую и может быть большую проблематику такого мероприятия как обучение по программе сейчас точно прочитаю по программе профессиональной подготовки и перед подготовки и повышение квалификации рабочих служащих по следующим направлениям первое инструктор проводник по пешеходному туризму трекингу 2 инструктор проводник по водному туризму и специфика работы с детской туристской групп еще хотелось бы поговорить такая проблема есть или и вообще нет нужно ей заниматься не нужно заниматься до этого же как-то готовили инструкторов проводников или детско-юношеского туризма которые просто инструкторов проводников но теперь все меняется жизнь меняется меняются какие-то концепции меняются правила меняется стандарты и для этого мы организовали наш круглый стол и пригласили к нам в гости экспертов я вам сейчас представлю выстав самарский координатор проекта образовательная модель подготовки кадров детского активного туризма маршрут будущего манислав алиса печком руководитель основного отдела гбл лаборатория путешествий антонина лиутина разработчик образовательных программ кандидат педагогических наук и николай савченко исполнитель директор ассоциации развития активного туризма и соучредители по организации туристских походов альтаев все правильно вот нас такие замечательные гости с которыми сегодня обсудим эту вот проблему я сразу хочу сказать что если у вас в процессе эфира или просмотра нашей передачи какие-то возникнут вопросы пишите их комментариях мы с удовольствием а на них ответим еще нам очень интересно ваше мнение по такому вопросу вообще нужно ли это или не нужно это обучение получение доп. образования по программе детской юношеского инструктопроводник детской юношеского туризма пишите нам мы все это фиксируем все ваши вопросы нам интересно они важны и мы будем на них с удовольствием отвечать а мы начинаем наш диалог я думаю что насчет наш разговор алиса пожалуйста вам слово ну если считать это проблемой необходимость обучения это одно направление обсуждения вот я конечно хотел бы обсуждать эту тему не как проблему а как необходимый этап развития потому что все мы с вами знаем с разных несчастных случаев которые получили высокую огласку последние несколько лет и то что сейчас происходит эти решения правительственные они как раз является ответом вот этой истории с нарушением с хроническим нарушением безопасности конечно там в туризме есть профессионалы которые все четко делают у них все хорошо но для кого из нас не секрет что есть люди которые просто говорят я поведу вас по маршруту и идут и начинается чрезвычайные ситуации и сейчас вся тенденция которая происходит в россии она ведет к тому чтобы у его законить всю эту систему чтобы случайных людей в ней не было что были люди которые допустили другие профессионалы к работе с туристами и часть этой системы это обучение на инструктора проводника и мне кажется это абсолютно логично то есть если я хочу отвечать за жизнь и здоровье людей в горах я должна иметь на эту профессию дальше законодательство вообще на данный момент двигается в сторону того что профессии мало надо еще у профессионалов этой сфере пройти аттестацию потом попасть в реестр где будут все аттестованные инструктора проводники для того чтобы любой человек который покупает услугу понимал что я еще зайду в реестр посмотрю иванов иван есть все я с ним иду в горы нет не иду в горы еще другого инструктора то есть двигается в эту сторону в общем-то вся эта система и с моей точки зрения это правильно и естественно частью этого является обучением и как лаборатория путешествия обладая образовательной лицензией уже второй год обучаем по направлению инструктор-проводник именно профессию даем не повышаем квалификацию это разные вещи мы даем профессию и все наши программы они базируются на принятом в семнадцатом году профстандарте и мы в общем-то все выстраиваем все наше обучение для того чтобы все что должен знать человек согласно профстандарту в рамках нашей образовательной программы мог получить вот это такая наша зона ответственности в этом вопросе алисия правильно понимая если человек хочет пойти в поход он приезжает на неважно кавказ там куда-то там в этот регион встречает обращать какую-то фирму организацию которые занимаются организация подобных походов и очень важно чтобы этот человек наш не так называемый турист потенциальный зашел в реестр и увидел фамилию или название организации которая указывает оказывает услуги но это вопрос ближайшего будущего момент этого нет закон вступает в силу с 1 июля на 2 можем и предполагается что к этому моменту он появится но мы все понимаем что к этому моменту люди которые работают сейчас туристами должны будут пройти обучение должны будут пройти аттестации должен быть сформирован рейстор это конечно не так быстро делается вот так вот с 1 июля все появится но любой турист должен понимать что этот процесс идет и что там спустя не знаю там полгода после 1 июля сколько-то месяцев надо будет этот рейстор искать там убивать интернете реестр инструкторов проводников и возможно уже можно будет найти его и действительно себя подстраховать не даже хорошее дело на самом деле если настолько случаях мы и в наших климах эфиров очень много рассматривали подобных ситуация когда непонятно кто непонятно куда кого-то ведет а тем более что у нас еще идет такое направление именно детский туризм и не какие-то особенности между детским по подготовке или общем но на самом деле там а про стандарте я составил программа наверное да то не больше может рассказать но точно могу сказать что для про стандарт инструктор проводник не существует детей туристов там есть разные категории клиентов с которыми надо уметь работать соответственно предполагается что одним из клиентов могут быть дети но никаких особенных знаний и умений в этом стандарте не заложено на работу с детьми но и нам конечно как людям работающим в сфере безопасности детей в общем-то на маршрутах это кажется странным вот и наверное хотелось бы чтобы эту особенную группу клиентов в туризме все-таки выделили в этом стандарте потому что не каждый хороший турист может быть хорошим инструктором детской группы но это из нашего опыта согласен согласен полностью мне кажется важно понимать что в принципе не каждый хороший турист может быть хорошим инструктором не говоря о том что уже детским инструктором потому что это дополнительные так сказать знания детская психологика психология и в В принципе, работать с детьми не все умеют, потому что многие туристы, это инструктора в частности, это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, как правило, и мало у кого из них есть опыт работы с детьми. Кто-то бывает педагогом, при этом у кого-то уже к этому моменту есть свои дети, но часто это студенты, которые просто влюбились в горы и решают, что они могут и хотят водить других людей, и в том числе детей. Вы как практик, Николай, я бы хотел спросить, а вы считаете, что педагогическое образование должно быть у инструктора-проводника, который работает именно с детскими группами? Именно образование я не буду утверждать, что должно быть, но оно явно будет большим преимуществом. Навыки, работа с детьми, знание детской психологии, ее основ, однозначно нужно. Именно как образование педагогическое, наверное, это неплохо, но, наверное, нет необходимости получать именно прям полноценное образование. Возможно, в рамках обучения профессии инструктор детского туризма, как раз-таки можно будет учесть те требования, которые необходимы, то есть те качества, которые необходимы инструктору, работающими с детьми. Очень, очень сильно отличаются, да, вот работа с детскими группами. На самом деле бывают абсолютно разные группы, как у детей, так и взрослых. Бывают дети, которые тебе вот так вот по щелчку слушаются, а бывают взрослые, которым ты говоришь, нельзя руками трогать горящий котелок. Они говорят, да почему можно? Я живу. Да, поэтому, ну, сложно как-то сказать однозначно, наверное, если брать по усредненному какому-то, то с детьми сложнее работать, они требуют больше внимания, за ними нужно как-то, им нужна большая отдача от тебя, потому что если взрослые, у них есть запрос пойти в горы, то детей, как правило, направляют родители, тебе еще нужно их настолько увлечь, чтобы они на тебя смотрели вот так вот с раскрытым ртом и внимали каждому твоему слову. И, конечно же, беспрекословно слушались, потому что если дети тебя не будут слушаться, то чревато, что случится что-то не совсем хорошее. То есть, это жесткая дисциплина? Не жесткая, нет. Я полностью уверен в том, что в работе с детьми нужно проявлять не жесткость, а открытость, и это позволяет расположить себе ребенка, и он тогда захочет тебя слушаться. Он не будет тебя бояться, а он будет тебя слышать и слушать, ему будет приятно делать то, что ты говоришь, потому что он будет тебе верить. Это, наверное, самое главное. Да, я хотела сказать о том, что дополнительное обучение в работе с детьми позволяет обеспечить не только физическую безопасность, но в том числе и психологическую безопасность. Потому что в моем опыте походном я видела такого руководителя детской группы, который пинал детские тарелки с едвой. И я уверена, что у этих детей был некий такой дальнейший шлейф, проблем каких-то, связанных с самооценкой, может быть, с ощущением, которые они потом решали на протяжении какого-то глядяного времени. И, конечно, если человек прошел обучение и понимает принципы психологии, понимает, к чему это может привести, то он никогда не будет этого делать. Хотя, может быть, в данный момент вот этому человеку безответственно кажется, что это замечательное решение для установки дисциплины в группе. На мой взгляд, это педагогическое преступление. И мы, как организаторы этого проекта, мы стремимся к тому, чтобы таких событий не происходило. Чтобы культура инструктора-проводника, она педагогическая, была на таком уровне, на котором, в принципе, это даже не привезло в голову. То есть, таким образом, мы ясно видим, что есть запрос от общества, от туристского общества, на такую профессию, такую специальность, как инструктор-проводник детского туризма. Ну, конкретно, если говорить о программах, то в рамках этого проекта реализуются три программы. Это программа инструктор-проводник по водному туризму, инструктор-проводник пешего туризма и трекинга. И программа, которая объединяется, да, там вот эти два направления. Это программа повышения квалификации в рамках профессионального обучения, специфика работы с детской туристской группой. Сейчас мы об этом подробнее поговорим. Я бы сейчас хотел к Владу обратиться, к нашему, судя по тому, что мы сейчас, есть понимание, что у нас есть запрос. И Влад как раз тот человек, который, координатор проекта «Маршрут в будущее», который как раз и предлагает решение. Да, уже, во-первых, спасибо каналу «Про поход ТВ», что он организовал круглый стоп, потому что это действительно очень важная такая актуальная проблема. Или не проблема, как сказали в начале. Вот, а направление, ну, какое-то направление, которым нужно заниматься. Да, и этот проект реализуется благотворительным оздоровительным фондом «Клуб приключений». Я думаю, что он достаточно известен и, безусловно, руководитель проекта является Дмитрий Игоревич Паро, который великий полярный путешественник и человек, который реализовал много в своей жизни проектов от уникальных каких-то. Но при этом надо отметить, что это характеризует интересный момент, да, что это, с одной стороны, большие, крупные такие масштабные проекты, которые были, которые сейчас существуют. Но при этом большое внимание благотворительному оздоровительному фонде много лет уже уделяется и конкретному активному детскому туризму. Когда речь идет о привлечении детей походом в Краснодарский край, в Карелию. Вот. И понимая о том, что, имея опыт в этой области и понимая, что сейчас законодательство меняется, вот в частности, то, о чем мы говорили про инструкторов-проводнику, именно эта тема и заинтересовала, да, что нужно не только, ну, этот проект немножко опережает время. То есть, вот мы сейчас говорили о том, что инструктор-проводник, это следующий шаг государства к тому, чтобы упорядочить эту систему активного туризма для, ну, там, тем более, что сейчас речь о внутреннем туризме, это вообще такая актуальная. Ну, в разы возрастет, ожидаем. Да, да, да. Прямо на днях в Госдуме как раз был на эту тему доклад. То есть, я к тому, что этот проект, он вообще, он, ну, как бы, как сказать, мы угадали, что ли, с ним, да, что он действительно актуален. И вот эта система, которая в рамках проекта, который поддержан фондом президентских грантов, да, я хотел бы, то есть, слово проект уже несколько раз прозвучало, да, проект, он называется, он так называется, это образовательная модель подготовки кадров для детского активного туризма, маршрута будущего. И мы хотим, вот почему этот круглый стол там для нас важен, мы в рамках этого проекта предлагается реализовывать подготовку кадров вот в такой форме, что сделать над, ну, некоторую надстройку. То есть, есть система инструкторов, проводников, а мы, ну, углубляем его подготовку в этом направлении, да. И, соответственно, очень важно, может быть, смотреть вперед, но очень важно свои следующие шаги оценивать с экспертным сообществом, за что я благодарен вот участникам сегодняшнего круглого стола и очень хочется получить ответ вот после этой трансляции от людей, потому что очень важно, эта обратная связь важна, потому что нам это кажется очевидным. Вот Антонина когда говорила, вроде бы, да, ну, как бы для нас это очевидно, мы в этом уже давно варимся, а кто-то может быть сказать, нет, ну, зачем, есть инструктор-проводник, ну, он работает, он профессионал, и чем ребенок маленький отличается от, там, большого взрослого. Давайте это, как бы, не будем на это акцентировать, а будем готовить в той системе, в которой мы сейчас существуем. Поэтому интересно, достаточно получить обратную связь, и ту модель, которая будет предложена в рамках этого гранта, в рамках этого гранта, она, во-первых, она будет разослана по центрам детского и юношеского туризма, она будет разослана по турклубам, мы сейчас активно уже общаемся, так как проект начал реализовываться с начала февраля, мы уже получаем обратную связь, и, конечно, будет очень интересно получить обратную связь в конце, когда мы уже проведем проект, мы в соответствии с нашими, там, рекомендациями, видом на этот, и увидим его перспективность, и вот благодарю, но, но, очень важно, что в рамках нашего проекта заложено получение обратной связи до его начала, да, чтобы услышать голос экспертного сообщества. Я повторяю. Прекрасно, все нормально. А я правильно понимаю, что уже подготовлена какая-то программа обучения, или в этом процессе? На первом этапе в рамках этого гранта, как раз первый этап предусматривает подготовку и программы по, значит, по программе инструктора-проводника, потому что есть профстандарт, в соответствии с которым готовится эта программа, но понятно, что каждая образовательная организация готовит ее по-своему, ну, как бы в рамках общих. Вот, и подготовлена специальная, вот этот вот курс повышения квалификации в рамках специфика работы с детской группой туристской. И здесь хочется отметить, что этот грант, он на начальном этапе, когда он разрабатывался, он разрабатывался совместно с благотворительным, поздоровительным фондом Клуб Приключений и лабораторией путешествий. Почему? Потому что Клуб – это опыт проведения походов, это большой ресурс с точки зрения человеческий, там работают профессионалы, много лет проходят походы. Ну, соответственно, мы понимаем, о чем мы говорим. Лаборатория путешествий – это уникальная достаточно организация, которая, с одной стороны, имеет большое опыт проведения детских туристических выездов, путешествий, но, с другой стороны, лаборатория путешествий – это и образовательная, несет функцию образовательной организации, как правильно сказать, да? То есть, имеет право реализовывать образовательные проекты. Мне кажется, вот это вот взаимодополнение Клуба и лаборатории, оно может дать такой потрясающий эффект с точки зрения работы. Да, я думаю, что здесь еще важность вообще этого гранта в том, что это модель. Мы предлагаем вот такой вариант решения и отслеживаем на каждом этапе, что эффективно. Мы делаем анализ того, вот мы набираем сейчас участников, на что отзываются люди, как они набираются, в каких регионах они более активные, в каких регионах больше запросов на эту тему. То есть, у нас достаточно много будет аналитической всей истории для того, чтобы проанализировать этапы, начиная от набора, потом обучение, там, теория, обучение, практика, стажировка с детьми. То есть, мы все это проанализируем и сделаем какой-то вывод и предложим это сообществу с этим выводом познакомиться, что это вот не просто для того, чтобы мы обучили там 90 ребят, как по гранту написано, 90 классных профессионалов выйдут в страну. Это тоже хорошо. Это хороший результат этого проекта, но это один из них. Второй результат, это все-таки мы хотим, там, обладая опытом двух организаций таких крупных, все-таки поделиться сообществом тем, как нам кажется это правильно делать, потому что мы тоже экспериментировали. Например, в прошлом году вот есть сейчас такое поветрие, все переводить в онлайн. Такая мода у нас пошла, все стало онлайн. В том числе, если посмотреть, то можно найти обучение на инструктора-проводника в России онлайн. Полностью весь курс, там 5000 платишь, в онлайн чего-то там отучился, колечку получился, как бы готов к маршруту. Мы в прошлом году попробовали тоже сделать часть нашего обучения в онлайне, но мы как бы не профанацией занимались, мы реально учили в онлайне, сопровождали слушателей, но даже при этом мы увидели, что результат плохой. Это был как бы наш результат. Мы сделали выводы, да, о том, что учить инструктору-проводника можно вживую. То есть, вот есть профессионал, инструктор-проводник, вот к ним приехали ребята, которые хотят быть инструкторами, они вживую взаимодействуют друг с другом, учатся. Тогда это, скорее всего, даст результат, потому что вот онлайн-историю мы для себя вычеркнули, несмотря на то, что она модная, удобная, эффективная, там, наверное, экономичная, там, еще кое-что всего. То есть, вот это некий наш эксперимент, который мы ведем, мы отслеживаем и потом будем готовы поделиться. Ну, это же здорово. Я думаю, что сейчас немножко поговорим с Антониной по поводу программы, но прежде чем я перейду к Антонине, я бы хотел ролик, ролик, можно? Мы подготовились к этому эфиру, мы подготовили ролик про фонд Клуб Приключения, про Дмитрия Игоревича Шпаро. Клуб Приключения Клуб Приключения – организация абсолютно уникальная. Она была создана из любви к путешествиям, приключениям и открытиям. В 1979 году Дмитрий Шпаро и его друзья покорили Северный полюс. Впервые до этой точки люди добрались на лыжах, не используя ни собак, ни какие-либо технические средства передвижения. Далее последовала череда других рекордных проектов. Однако Дмитрий Шпаро не хотел сосредотачиваться только на личных победах. Он мечтал сделать сложные путешествия доступными как можно большему числу людей. Именно с этой целью более 30 лет назад был создан Клуб Приключения. В путешествия с клубом отправились люди с ограниченными возможностями. Они забирались на высочайшие вершины Африки и Северной Америки, пересекали Гренландию, совершали пробеги через всю Россию на инвалидных колясках. Практически ежегодно в самые труднодоступные уголки русской Арктики отправлялись поисковые исторические экспедиции. Благодаря Клубу Приключения восстанавливались памятники, были обнаружены редкие артефакты, а также проводился многолетний научный эксперимент на Таймыре. И, конечно, самое большое внимание уделялось юным путешественникам или тем, кто мечтал влиться в их ряды. Сначала в Карелии, а затем в Краснодарском крае были открыты туристские базы «Большое приключение», где тысячи детей осваивали азы туризма и совершали свои первые походы и зимой, и летом. Сегодня Клуб Приключения продолжает работу по многим направлениям и делает все, чтобы лучшие традиции активного туризма сохранялись, развивались и совершенствовались. А мы продолжаем и слово даем Антонине, который нам поподробнее расскажет о программе, о стандартах и все в этом ключе. Хотелось бы еще раз сказать о том, что мы разработали программу на основе профессионального стандарта института и препроводных, который был принят в 2017 году, и который включает в себя... И обновляем в 2021. Да, обновляем в 2021 и включает в себя 9 направлений профессии. Мы обучаем по 2 направлениям, это пеший туризм и ворный туризм. И те документы, которые получат слушатели по завершению, это будут свидетельства о профессии рабочего или служащего. Инструктор проводит ворный туризм и ворный туризм. Также к этим свидетельствам наши слушатели получат свидетельство о повышении квалификации в рамках профессионального обучения по нашей программе «Специфика работы с детской и туристской группой». И вот эти два документа, свидетельство о профессии, свидетельство о повышении квалификации о профессии и те программы, которые пройдут наши слушатели, на наш взгляд, позволят эффективно работать с детскими группами на маршрутах. Помимо такого теоретического обучения, у нас планируется обучение, в общем, было обучение в учебно-тренировочных походах и непосредственная стажировка летом с детскими группами в Краснодарском крае и в Коррелию. И вот эта практика, непосредственная работа, она, конечно, должна дать очень большой результат. Эта стажировка будет проходить под руководством опытных руководителей детских групп. Можно будет научиться, можно будет попробовать увидеть, что такое детская группа в реальности. когда дети устают, как им помочь восстановиться, почему они соглашаются с тобой, почему они не соглашаются с тобой. То есть это будет не теоретическая часть, какая она тоже планируется, а вот самая-самая живая и практическая. Это если говорить в общем о наших программах. Можно мне еще дополнить историю о том, что у нас есть еще часть обучения, это первая помощь, оказание первой помощи. И наши слушатели получат отдельный документ, в котором будет указано, что они прошли этот курс. Потому что согласно новым требованиям, если смотреть на то, что будет после 1 июля, для аттестации им нужно будет помимо документа о профессии еще предоставлять документ о первой помощи, о том, что они имеют право ее оказывать. Это тоже часть программы. То есть получается, что если вы придете к нам на программу, в апреле, то в конце лета вы выйдете от нас такие укомплектованные документами, опытом, каким-то своим отношением к этой профессии. Можно оплатить? Я правильно понимаю, то есть человек, обучившись в этой программе, получает профессию дюйма? Да, профессию рабочего или служащего. У нас в законодательстве есть отдельное направление образования, профессиональное обучение. И, в принципе, на инструктора-проводника можно обучиться только либо в рамках профессионального обучения, либо обучившись в колледже. То есть в вузе или через курсы переподготовки в рамках дополнительного профессионального образования это осуществить, ну, согласно профессионального стандарта, и нельзя. Можно вопрос. После ваших курсов, вот я так понимаю, сейчас идет процесс создания вот этого реестра, да, куда будут относиться инструктора, и обучающиеся, которые прослушают курсы у вас, их удостоверения попадут в этот реестр или нет? Нет, там другая немножко история. В реестр будут попадать люди, которые прошли аттестацию. Приходя на аттестацию, ну, вот согласно тем документам, которые сейчас разрабатываются, согласно им, человек, приходя на аттестацию, должен будет принести документ о том, что у него есть профессия инструктора-проводника, его мы выдаем. Документ о том, что он имеет право оказывать первую помощь, мы тоже выдаем. Дальше там разные справки, которые мы собираем тоже, кстати, в рамках нашего обучения, это что у человека нет судимости, там, по здоровью документ о том, что он может, в общем-то, выходить на маршруты. То есть вот этот набор документов ему надо будет представить, чтобы его допустили к аттестации. Дальше аттестация будет проходить как экзамен, то есть у него будет теоретическая часть и практическая. Но вот чтобы попасть на эту часть, ему надо будет предоставить документы, которые мы выдаем, они, да, куда подойдут. Это необходимый первый шаг. Я вот просто сейчас, мне очень нравится история того, что будет создан реестр и будут, в принципе, у нас отсеиваться. Люди не квалифицированы, но у меня в голове возникает вопрос, насколько это получится сделать качественно. Потому что даже сейчас, при условии, что там у некоторых людей есть корочки инструктора, там, по детскому туризму или еще что-то, и когда я там вот ходил с ребятами в рамках своих путешествий, ты натыкаешься на группу детей, где инструктор сидит, например, рядом с детьми и там может как-то нелестно выразиться или, в принципе, не педагогически себя вести. И я в этот момент задумываюсь. Ну, то есть, а я знаю точно, что это группа учреждения по детскому туризму одного из регионов. И я так стою и думаю, ну вот как можно было допустить человека, который настолько неподготовлен к работе с детьми. Ведь потом у детей складывается неправильное впечатление о туризме. Исходя из впечатления детей, также думают потом родители о туризме. И когда дети приезжают домой, рассказывают, что у них происходило, родители в следующий раз думают, а зачем отпускать детей в поход, ведь там творится не весь что. И, в принципе, вот эта вот тенденция, она, к сожалению, складывает такую негативную ауру вокруг детского туризма в том числе. Потом родители, это директора учреждений детских, там, школ, детских садов и так далее. Соответственно, они не хотят школьников отпускать никуда, потому что боятся, что это все опасно. И это все очень и очень сильно взаимосвязано. Но это получается, что вот все механизмы, которые сейчас предложены, они такие как бы добавляют бюрократии во всю историю, да? Ну, на самом деле, мне кажется, здесь она не будет лишней. Да, есть много мнений вот на тему того, что это убьет туризм. Ну, сейчас, если почитать в интернете вот отзывы о том, что пишут, ну, я так понимаю, и люди, которые уже работают, и люди, которые хотели бы работать, они пишут, что вот эта вот система, она убьет туризм. Ну, мне кажется, что она может отсеять неадекватных, которым, ну, вот трудно будет пройти вот эту историю. Я могу сказать за себя, как человек, который работает в туризме и который уверен в своих там навыках и знаниях, меня на ни капли не отпугивает. Ведь я, наоборот, буду рад, если меньше людей, не обладающих необходимыми знаниями, будут водить людей в город. Конкуренция опять же ниже. Ну, ведь это реально профессия. Потому что ты послушаешь рассказы просто людей, которые ходили в походы, и ведь 50% остаются под таким впечатлением, что, наверное, это просто не их. А когда ты слышишь их рассказы, как у них происходил поход, ты понимаешь, что это просто не их, а это их инструктору, не его работать инструктором, пока он не научится работать. И все. Это уже спектр безопасности, когда непонятно, кто собирает группу и идет там в горы, там, не знаю, по некому славу. Существует же ведь даже дело не в безопасности, а дело в каком-то общении, есть культура туризма. Когда ты слышишь истории, где инструктор, придя на стоянку, расставил палатку, залез в нее, а группа, делайте, что хотите, сами учитесь, ставьте палатки, сами готовьте, так не должно быть. Инструктор – это такой вожак стаи, я бы даже так его назвал, который должен всегда о каждом участнике заботиться. И это нужно прививать. И вот, зная школу, в принципе, которая была ранее, которую я проходил, это возможно сделать. И будет очень замечательно, если у вас тоже это получится. Надеюсь, есть еще один такой отсеивающий момент, который придумывает государство, еще такая штука, что будут, опять же, определяться организации, которые имеют право обучать инструкторов-проводников. Если сейчас, по большому счету, любая организация, получив нужную лицензию, может учить. Даже если у нее нет в составе ни одного профессионала, просто может и все, то будет, опять же, реестр еще один создан, в который, да, попадут организации, которые имеют право учить. И тогда тот человек, который хочет получить профессию, он должен будет зайти в этот реестр, выбрать ту организацию, которая ему ближе, удобнее, цены у нее демократичнее. И обучаться у тех людей, которым разрешили учить. Возможно, это тоже может повлиять на какое-то качество и итогового продукта. Но в нашем случае все хорошо. Лаборатория путешествий мало того, что обладает, естественно, лицензией на осуществление образования деятельности, еще и очень и очень давно занимается организацией детского туризма. И по этому поводу мы бы хотели поставить ролик про лабораторию путешествий, о ее деятельности, именно в этом направлении. Лаборатория путешествий организация государственная, но далекая от всех возможных стандартов. Потому что задачи перед ней стоят сложные и нестандартные. Ввести активный туризм в московские школы, сделать его доступным и популярным средством воспитания и образования детей. Молодой и активный коллектив лаборатории путешествий это люди, наделенные большим творческим потенциалом, влюбленные в путешествия и обожающие детей. Они – большие профессионалы в туризме, много путешествуют по России, повышают свою квалификацию и регулярно выигрывают престижные соревнования. Им несложно увлечь любимым делом как детей, так и взрослых. Для современного подростка даже поход выходного дня сродни полету на другую планету. Палатки, спальники, рюкзаки и костры – атрибуты другой жизни, сложной и непонятной, и к ней надо уметь подготовить и детей, и взрослых. Для этого специалисты лаборатории разработали целый ряд мероприятий от виртуальных до вполне реальных путешествий. От маленьких походов выходного дня до больших арктических экспедиций. 300 ПВД, «Я шагаю по Москве», «Сила команды», «Знатоки путешествий» – эти и многие другие проекты хорошо знакомы многим московским школьникам. Вслед за детьми в походы отправились учителя и директора. Лаборатория путешествий протягивают руку всем, кто готовится ступить на путь открытий и больших совершений. Владислав, вопрос к вам. Подскажите, пожалуйста, сколько человек планируется, вы планируете набрать первое обучение, в каких регионах это все будет происходить? Ну, буквально, двух словах. Смотрите, у нас есть цифры, опять же, в рамках проекта это 90 человек. 90 человек набирается для участия в проекте. Сколько мы получим на финише, определит только комиссия и результаты экзаменов, естественно, кто пройдет три этапа. А по регионам, я могу сказать, что мы рассылали во все регионы страны информацию про этот семинар. И на данный момент, уже хотя продолжается прием заявок, на данный момент уже более 20 регионов откликнулось и выписалось. Ну, чтобы понять география, Москва, Санкт-Петербург, это понятно, Удмуртия, Алтайский край, Липецк, Новгородская область, Мордовия, Крым, Чувашская, Пензенская, то есть понятно, что охват Сахалина есть. То есть люди Сахалина или Салтая прилетят сюда обучаться. Да, да, звонят, и Сомска мне звонили и говорили, да, мы хотим, но опять же мы понимаем, что сейчас идет этап получения заявок и работает конкурсная комиссия, которая определит вот эти вот 90 участников, потому что критериями для участия является опыт, участие в подобных походах, причем самое интересное, что это не всегда, вот мы общаемся с руководителем семинара, не всегда большой, грандиозный опыт там сильных походов является пропуском сюда, потому что надо, там есть один из условий, мотивация, зачем тебе, вот зачем тебе вот конкретно участвовать в программе вот, про детский туризм, что ты должен для себя в нем, какой запрос от тебя идет к этому семинару, чтобы мы туда взяли. конечно, приоритет, вот как в начале Николай говорил, конечно, приоритет идет и на молодых людей, потому что они с одной стороны учатся, у них вот большое желание включиться в этот процесс, в процесс хождения в походах, но может быть недостаточно опыта, вот, и это тоже как один из таких вот критериев, по которым будет производиться отбор, ну там еще некоторые, поэтому, ну в итоге, опять же, в рамках проекта, то о чем говорила Алиса, будет такой проведен анализ и мы должны будем, когда рассказывать по результатам проекта, для нас важно по каким критериям мы отбирали и для нас важно на самом деле какое количество участников из тех, кто пришел и те, кто финишировал, какое количество участников, то есть понятно, что если мы 90 набрали и, условно говоря, 90 получили удостоверение, значит, очень грамотно проведена, проведен этап отбора, очень грамотно поработал вот эти вот специалисты при отборе, а если мы набрали 90, а закончило 30, то понятно, что где-то ошибка и вот это вот аналитическая работа в рамках проекта тоже очень важна. Где эта ошибка? Ошибка наша при определении критерия отбора или ошибка вот, собственно говоря, слушателей, что они вот заявлялись туда, а им это не нужно. То есть вот им нужно, ну, я не знаю, там, они не хотят работать, предположим, с детскими группами и заявлялись просто потому, что, ну, почему бы не поехать там в Карелию? Ну, хотя это тоже, наверное, вопрос к нам, как к организаторам, мы должны были это понять. А возраст какой-то, есть ограничения возрастные? От 18 лет. То есть участником может стать любой, может быть, любой малышка от 18 лет и старше. Ну, а дальше уже. Верхняя граница? Если говорить про грант, когда мы писали грант, вот, ну, может быть, то там была заявлена градация от 21 до 35. То есть это граница, это вот как бы сейчас официальный возраст молодого человека, да? 35 лет. Но нам, например, очевидно и, наверное, мы сможем обратиться в грант и обосновать, если будет человек 45, но он мотивирован, ему не хватает этих знаний, а он из Омска или из Пензы, где это не распространено, то понятно, что ведь идея гранта, чтобы донести туда, в регионы этих специалистов, чтобы они там начали развивать. То есть понятно, что ни лаборатория, ни клуб приключений, ни фонд президентских грантов, он не может обучить всех желающих инструкторов, праведников в России, да? И поэтому основная эта идея, конечно, распространять наш опыт по региону. И, конечно, это тоже важно. Это вопрос, корресия. А не боится ли лаборатория путешествий конкуренции? В том плане, что мы сейчас отработаем технологию, изучим все ошибки, сотрем все шероховатости и отдадим регионы как бы технологии обучения. И настолько востребована и величия, что это вот... У нас есть, так как во главе у нас знаменитый путешественник, у нас есть наша идеология. И идеология у нас такова, что детский туризм должен развиваться. Количество детей, которые попадают на маршруты, должно увеличиваться. И рядом с детьми на маршрутах должны быть профессионалы. Вот это наша идеология, над которой мы работаем из года в год и делаем разные шаги. Это один из них. Мы не боимся конкуренции. Пусть в каждом регионе появляются... Развиваются, да? На работу, кого можно будет смотреть и говорить, ну вообще... Есть чему учиться. Это сделали мы. Это сделали мы. Наоборот, это сделали мы. Мы были первопроходцы. Мы первопроходцы. Дорогие друзья, может быть, кто-то хочет еще кому-то задать интересный вопрос. Или есть кто-то считает, что нужно что-то обязательно сказать в рамках сегодняшнего эфира. Ну, в общем-то сам. Давай, кто-то первый. Конечно же. Ну, хорошо. На самом деле, просто мне хотелось бы, чтобы люди, которые рассматривают сейчас вариант подать заявку либо уже подали заявку и ждут решения, они понимали, насколько этот семинар может перевернуть их жизнь. Потому что на самом деле, если посмотреть на опыт лаборатории путешествий, в нашем составе находятся ребята со всей страны. то есть у нас москвичей, там, не знаю, два процента. И все ребята к нам приходили после каких-то серьезных обучений. И вот это вот такое обучение, когда собираются со всей страны люди, такая коллаборация серьезная. И кто-то возвращает в свои регионы другим. Кто-то понимает, что я не могу туда вернуться и остается в Москве. То есть надо вот относиться к этому, как к такому прям лифту на какой-то другой этаж в своей жизни. И как-то, ну, так серьезно выбирать этот лифт, а не просто думать, что это, ну, там, съезжу, послушаю. Мы как-то глубоко в душу проникаем в свое обучение. Я, наверное, хотел сказать, что мне очень приятно, что затронулась тема туризма именно как профессионального какого-то обучения. Потому что любая конкуренция это же рост качества. И мне кажется, это нужно. Это то, что нужно сейчас нам. И, в принципе, нужно нам на протяжении последних, наверное, лет 20, потому что туризм довольно сильно снизился по качеству, если мы сейчас говорим именно о специалистах, о инструкторах. И будет замечательно, если через 10 лет у нас каждый школьник побывает в походах, поймет, что это круто, проникнется атмосферой походной и научится тем хорошим и нужным человеческим качествам, которые вообще прививают. в туризме. Мне кажется, это будет, в принципе, рост не только сферы туризма, а рост качества жизни и рост качества человека в большую букву. Мне надо поблагодарить. Как здорово. Спасибо. Это очень приятно. На самом деле, всегда, когда выходишь с каким-то проектом наружу, даже среди коллег, всегда есть опасность встретиться с таким, если не конфронтацией, сопротивлением. Ну, что они умные, вот чего они лезут там, туда-сюда. Но мне кажется, и этот проект не исключение, потому что мы, естественно, немножко бежим впереди паровоза. Вот эти все эти проблемы. Но очень приятно, вот и сегодняшней студии точно, а по результатам этого, когда будет размещено на канале, это все, тоже очень приятно в студии увидеть такое единодушие. То есть, мы говорим об одной и той же вещи с разных сторон, но говорим, что для всех это важно. И, конечно, очень интересно будет услышать обратную связь от слушателей и зрителей, которая нам даст возможность. и люди, которые поедут, должны понимать, что мы много будем им давать анкет. Они будут отвечать на разные формы обратной связи, потому что это часть нашего проекта. С одной стороны, обучить, с другой стороны, исследовать. Такие две стороны, в общем-то, есть, но надо быть толерантными к этим всем формам. Мы это любим. Анкетировать, проверять, делать срезы, мы это очень-очень любим. Я думаю, что в завершении нашей программы я хочу проанонсировать следующую нашу передачу, которая будет, мы уже более подробно расскажем, в которой более подробно мы расскажем о площадках, о программе, что, как будет, какое будет питание, где будет обучение, какие у нас будут занятия, какая будет практика. У нас выступят руководители площадок. Вот наш замечательный гость Николай обещал выйти, он будет уже в походе в регионе, он прям в горном передаст большой привет и ответит на некоторые ваши вопросы. Поэтому задавайте в описании под трансляцией, пишите вопросы, не стесняйтесь, мы с большим, с большим удовольствием вам на них ответим. Еще я бы хотел бы сказать, что у нас есть сайт специально созданный под этот проект. Вы увидите сейчас QR-код от сканиров, в который можете перейти и сразу попасть на этот сайт, либо ссылка на сайт будет под описанием. Да, и вы там тоже можете узнать всю информацию и там же можете задать вопросы. А мы прощаемся с вами, мы были рады вас видеть, рады, что вы нас смотрите, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok